Амиром Голлановым и Виити, и в этом поединке сейчас определится соперник кубинца. Да, и кстати, мы уже можем смотреть, наверное, вот эти вот вторые полуфиналы, уже так, проекции на финала, да? То есть сравнивать двух боксеров, которые завтра, в субботу, будут разыгрывать золотые медали. Может быть, определять, кто был бы наиболее удобным для того или иного боксера, уже в уши финала и так далее. Я думаю, что наиболее неудобным для Виити был Голланов, а вот все остальное уже здесь, конечно, будет гораздо ему легче работать. Ну, кстати, в этой весовой категории фаворит Виити за 1.6 можно было поставить на его золотую медаль. На Томира Голланова был коэффициент 3, а вот на этих боксеров коэффициенты еще выше. То есть сеткой, можно сказать, что не повезло нашему спортсмену, вполне он мог дойти и до финала. Ну ладно, забыли. Поздравляем, тем не менее, Голлановым с бронзой и откладываем в ящик эту тему до завтрашнего дня, когда будем переживать за Евгения Тищенко. Пока смотрим бой между корейцем и узбеком. Да, 40 секунд остается до конца первого раунда. И здесь все не так однозначно. Конечно, ох, как сейчас здорово! Но нет, нокдауна не было. Ин Кью Ким устоял. Хотя мне показалось после удара. Очень низко держат руки корейцы. Они у него длин... Вот что-то ведет, по-моему, корейцы немного. Длиннющие у него руки словно болтаются, словно канаты. Да, но при этом кореец не использует дистанцию. Посмотри, он сам идет в атаку. По сути, когда у тебя есть такое колоссальное, казалось бы, преимущество в габаритах, ты можешь эту самую дистанцию удерживать и не давать сопернику ее сокращать. Но почему-то пока у Ин Кью Кима не получается этого сделать. Раунд завершен. Наблюдаем еще раз лучшие моменты. Кому бы ты отдал этот раунд, Батрас? Сложно сказать, наверное, к Узбеку. Латипову, да? Соглашусь, мне тоже показалось, что он попадал чаще, больше. И на его стороне инициатива он работал первым номером. Хотя мы видели, что и Ким тоже шел вперед, но как-то очень безударно. Наверняка ведь, когда боксеры встречаются друг с другом в течение одного года, причем на таких высоких стадиях, как финал чемпионата Азии и полуфинал чемпионата мира, но после первого боя, после первого поражения, корейц должен был сделать какие-то выводы определенные. И вот тренерский штаб постарался как-то изменить тактику боя. Ну да, но есть такой же фактор принципиальных соперников. Когда вот бейся об стену, но не можешь ты переиграть кого-то, какие бы ты результаты не показывал. Но судя по 3,5 минутам, которые мы видели, здесь не складывается впечатление, что один намного сильнее другого, и у этого другого нет никаких шансов, посмотрите, честно. Нагдауна здесь тоже. Да, нет, но нагдауна, но тем не менее, оба уже боксера побывали на коленях. Да, Латипов низко держит руки, но при этом очень заряженный. Хочет нанести сверхмощный удар, потрясти соперника и повалить его. Это явно читается. Да, вот сейчас нам, кстати, показывают ставки на Кима 3,55, 1,21 на Латипов. Ну, это говорит о прогрузе. То есть с 14 часов, когда я смотрел линию, коэффициент на Латипово просел, это значит, что на него шли ставки. И букмекеры в таком случае, когда на одну из сторон идет большой объем ставок, большую сумму, букмекеры снижают коэффициент, чтобы минимизировать свои риски. Вот поэтому у нас так коэффициенты и изменились. Рвется вперед сейчас Латипов, но не попадает. Опять же, мешает ему вот этот настрой на нокаут. Очень часто боксеры говорят о том, что нельзя настраиваться на нокаут. Его тогда точно не будет. Нужно работать, как умеешь. То есть работать в обычном, привычном для себя стиле. И нокаут тогда придет сам собой. Но вот когда ты именно выцеливаешь, когда ты жаждешь попасть одним ударом, это очень читается. И это видно для соперника. Поэтому попасть гораздо сложнее. Тем более не зря говорят, что самый сильный удар это тот, которого не видишь. И зачастую простым касанием, на самом деле, в челюсть можно было отправить нокаут в глубочайший нокаут своего оппонента. 10 секунд до конца второго раунда. Но вот даже несмотря на то, что представитель Узбекистана очень настроен на одиночные удары и никак по-другому не боксирует, то все равно я думаю, что второй раунд остался за ним. Хотя я думаю, что тренеры должны были посоветовать Джасурбеку Латипову работать более разнообразно и легче. Ну вот мы видим, как в лайве падает коэффициент на Латипову. 1.1 он уже составляет. 5 на Кима. Ну понятно, что если Ким сейчас ничего не предпримет в третьем раунде, то финала он не увидит. Но мне просто интересно, почему боксер, у которого настолько длинные руки, постоянно пытается рвать дистанцию. Не умеет работать по-другому. Есть не только так называемый боксерский интеллект, когда ты способен перестраиваться во время боя, ты можешь несколько тактик предложить своему сопернику. Но есть такой тип боксеров, которые, что хочешь с ними делай, они умеют работать только в одном стиле. Ну так у него не особо-то и получается в этом стиле работать. Да, если у них это не получается, они тактику не меняют. Они все равно продолжают днуть свою линию. Для некоторых это хорошо. Мы знаем зрелищных боксеров, таких как Рики Хаттон, например, британец. И вот он только мог идти вперед. Никак по-другому не работал. Но у него это получалось делать. Да, он проигрывал. У него три поражения за карьеру. Но при этом он любимец публики, потому что такой стиль обожали просто борельщики. Здесь же, когда у боксера есть габариты, есть дистанция атаки, есть скорость, довольно-таки неплохая, но нет удара, нет смысла просто работать вот в таком стиле, в котором работает представитель Кореи. Ну вот этот бой напоминает такую, знаешь, драку на школьном дворе. Бой не больше. То есть с такими замахами богатырскими из-за спины. Словно дерутся спортсмены не в полуфинале чемпионата мира, а на каких-нибудь турнире регионального масштаба, юношеском. Мне так кажется, на мой неопытный взгляд. Ну, я думаю, что Латипов-то, конечно, имеет больше потенциала. И я думаю, что мы увидим гораздо более жесткую и мощную версию в финале, если он туда, конечно, пройдет. Но не зря говорят, что ты хорош настолько, насколько позволяет тебе соперник. Здесь особо не может раскрыть весь потенциал Жасурбе Клатипа вот в таком поединке. Вязком достаточно. Но другое дело, что и свейти, и работать так, как тебе хочется, едва ли представляется возможным. Минута до конца третьего раунда. Рефери все чаще вмешивается в ход поединка. 35 секунд у нас до конца. Ну, вот мы видим, что представитель Узбекистана по корпусу очень здорово пробивает, переводит на голову. И при этом пока Инг Ю Ким эти удары оставляет без ответа. Раз за разом его голова оказывается подмышкой у Латипову. И справа по корпусу очень здорово попадает Латипов. Этот раунд завершен. Ну, не верь я, что получится у корейцев взять реванш. Думал, 5-0 в пользу Латипову. Таков мой прогноз. Согласен. Кстати, был на ваших экранах Чинг Ко Ву, президент Международной Ассоциации Любительского Бокса. Который тоже внимательно следит за ходом этого турнира. И уже мы видели его вчера на полуфинальной стадии. Но сегодня у него было за кого поболеть. Безусловно. Представитель Кореи. Улыбается Латипов. Не сомневается в его победе. Улыбается Латипов. Не сомневается в его победе.